В смысле? Ну, у тебя же хвост. И что? Это разве не странно? ЧЕ ПРОИСХОДИТ? Здарова, братаны, вы на канале Дьюф Плей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить пацанское лето, так что погнали! Нет, только не это. Именно это, девчуля, день второй. Успокойся, я рядом, отдышись. Юля подошла к двери и закрыла ее на ключ. Зачем ты свет включила? Вдруг они сюда придут? Успокойся, я сказал тебе. Я из-за тебя прос... Я из-за тебя секс проебал, это во-первых. Во-вторых, ты выглядишь как сумасшедшая. И в-третьих, объясни уже, блядь, нормально, че происходит. Хорошо. Они гонятся за мной. Кто? Ребята. Какие ребята? Вася и Максим. Зачем им гнаться за тобой? Я не знаю, Вася ко мне подсел на ужин и сказал, что не хочет свой салат. А я, дура, согласилась съесть его. И бам, я уже в каком-то непонятном бункере. В каком бункере? Как тебе объяснить? Тут есть старое здание, буквально пару лет назад прикрыли. Старый корпус? Да. Ммм, и откуда она про бомбоубежище знает? Неужто и вправду ее там держали? Окей, а Вася тут при чем? Я очнулась в бункере. Вася стоит с веревками, и на столе лежат какие-то шприцы. Он хотел привязать меня. Я спросила, какого чарта происходит, а он... А он... Юля едва пустила слезу. Он сказал мне не двигаться. И все? Нет. Он сказал, не двигайся, тебе не будет больно, ты ничего не почувствуешь. Я встала и сказала, что ухожу. Он растянул на руках веревку, и мне показалось, что он хочет задушить меня. Я ударила его, и он сжался. А? Ты Вася? Да. Да как ты его ударила так, а? Ногой. Ногой? Еще интереснее. Ногой в ваше слабое место. Ах, вон оно как. Ну ты даешь. И пока он сжимаясь, начал говорить... На... И пока он сжимался, начал говорить, как будет убивать меня. И... А, таки сжимаясь. И я убежала оттуда. В темноте я нащупала какую-то лестницу. Поднялась и убежала, а потом нашла тебя. Понятненько. Ее версия имеет место быть. Но почему мне все кажется, что это... Эээ... Все кажется это чем-то странным. Семен. Мм. Ты мне не веришь? Семен сглотнул. Нет-нет-нет, пожалуйста. Только не говори, что ты с ними. Так. Спокуха. Я впервые в этом месте, блять, не понимаю, о чем ты вообще. Я пытаюсь разобраться, имеют ли твои слова смысл. В смысле, имеют ли мои слова смысл? Юля была в бешенстве. Семен все так же был спокойным. Тише, дорогая, не паникуй. Сядь и обними меня. Че? Я говорю, сядь и обними меня, бесталач. Юля села на кровать рядом с Семеном и обняла его. Молодец. А теперь давай по порядку и без всяких криков. Пожалуйста. Она отдышалась. В общем, я подозреваю, они хотят поставить на мне какие-то эксперименты. Кто они? Мальчики. Только Вася и Максим? Вроде бы да. А с чего ты это взяла? Я просто чаще замечаю, что я забываю, как возвращаюсь в домик и ложусь спать. Я просыпалась, Маша как всегда грустная. А я вообще не помню, как я после ужина тут оказалась. Но теперь, когда я живу одна, мне стало еще страшнее. Я рядом, не переживай. Сукзакек с виолой, обидно. Давай мы просто ляжем спать и дождемся утра. М? Да, давай. Семен выключил свет. И начал раздеваться. Я нихуя не вижу. Погоди секунду, к темноте привыкну. Ты можешь ложиться в одежде. Я безо всяких умыслов. Но... Только если я тебе самой не захочется. Он улыбнулся. Юль? Он начал привыкать к темноте. Где она? И понял, что не видит силуэт Аюля. Юля? Он включил свет. И Юля пропала. Так нахуй. Это же сон, верно? Он ущипнул себя. И занервничал. Так, 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 так. И куда она делась? Осмотрел весь домик. Как это, блядь, понимать? Повествование от лица Вася. Перед ними... Перед ним стояли Вася и пионер. От лица Ва... От лица Вася? От лица Вася. Перед ним стояли Вася и пионер. Вася раздвоился или какой хуй? И лежащая на земле Юля. Последний раз вас, Олухов, выручаю. У вас силы, как у мужиков, а вы не смогли справиться с девчонкой? Ну... Она по яйцам дала. Куда это он? Идиоты! Пионер кинул Вася ракушку. Береги свои яйца, жертвец. А мне? А тебя я лично казню, если ты хоть раз ещё накосячишь. Ну, так меня даже рядом не было. Ну, в том-то и дело, что тебя даже рядом не было. В общем, я не забираюсь вам постоянно жопу вытирать. В следующий раз накосячите, сами им осознаваться будете. Ты прав. Прости. Не извиняйся передо мной. Лучше делом займись. Хорошо. Макс поднял Юлю и закинул себя на плечо. Да... Блядь... Макс закинул. Почему Вася говорит? Ой, блядь... Ладно, похуй. Похуй пляшем. Ты... Тяжёлая. Ну, а ты как думал, тело лёгкими бывают? Давай я помогу. В общем, дальше сами. Закончите хотя бы то, что не сделали сегодня. Хорошо. Повествование от лица вожатого. Маша лежала на кровати и плакала. Вожатый опять одевался. Ладно, реви сколько хочешь, я своё получил. Завтра тоже репетируем. Маша не знала, что ответить. Она понимала, что если скажет что-то неправильно, то он её ударит. Молчание – знак согласия, верно? Она дальше продолжала тихо плакать в подушку. Так и думал. Он застегнул штаны. До завтра, красавица! Он вышел из домика. Фонари не горели. Было очень темно. Надеюсь, мои бойцы там справились? Леонид кинул взгляд на домик Юли. Там горел свет. И как это, блять, понимать? Он медленно подошёл к домику Юли. И обошёл его, чтобы заглянуть в окно. Там одевался Семён. Он одевается? Чё он там делает? И почему он это делает? Вожатый занервничал. Так, не дай бог эти придурки выпустили её до утра. Он вышел из домика. Эй, блять, курить охота. А вот тут я вовремя. Повествование от лица Семёна. Вдруг из ниоткуда нарисовался вожатый. Мысли вслух. Он протянул пачку беломора. Блять, какие же они уёбищные там. Беломоры. Блять. О, неожиданно ты. И чё он тут делает? Угощайся. Семён вытянул папиросу и прикурил её. Ты какой-то нервный. Улыбка вожатого пугала Семёна. Да не. Да-да. Так, что ты там делал? Вожатый перестал улыбаться. Чё ты там делал? Где? В этом домике! Он кивнул на домик Ёли. А, ну так. Чё? Чё-то он слишком дотошный. Не могу сказать. Неужто есть чё-то такое, что я не могу узнать? Я тебе ещё не настолько сильно доверяю. Окей. А если я спрошу тебя как вожатый, а не как друг? Ты мне не друг. Семён нахмурился. Персонал! Что ты делал в этом домике в такое время? Ты должен быть в кровати! А, так значит. Семён выдохнул дымать сигареты в лицо Леониду. Ой, блять, походу это было зря. И я там трахался. Я драл пионерку во всех позах, в которых только мог представить. Я давал ей в рот. Не-не, даже не давал. Долбил её в самую глотку. Довольный Леонид Николаевич? Ха-ха-ха-ха! Вожатый рассмеялся. Ой! Он вытер глаза. Ну ты мочишь, Сёма! Семён не понимал, как ему, блять, на это реагировать. Ладно, шучу я. Похуй мне, чё ты там делал. Твоё дело. Но твой вариант развития событий тоже неплох. Семён лишь стоял и улыбался. Он выкинул бычок. Ладно, пойдём уже. Время ночь. Погнали. Ну, с Юлей хоть был? Да не, с Виолой. Повествование от лица вожатого. С Виолой? Серьёзно? А как же ты попал туда? Юля сказала, что её домик всегда открыт. А я попросил её на ужине переночевать у Маши. А, вон оно как. И как думаешь, переночевала? Ещё бы, а где ей ещё быть? Ну да, в принципе. Как же ты глупый, наивен мой юный дрог. Ладно, спать охота. Через какое-то время они пришли. Семён. Как Виола, кстати. Неплохо, очень даже. Ну ладно. Повествование от лица Семёна. Он лёг в кровать. Вожатый выключил свет. Доброй ночи. И тебе. Так. Чё это было нахуй? Это он так пытался съехать или что? И почему он такой странный? Как же он меня, сука, напрягает. Ну да ладно. Утро вечера мудренее. Посмотрим, что будет. Он уснул. Итак, первоначальная фаза не задалась. Мы вынуждены дождаться главного и не предпринимать никаких мер. Думаешь, мы сможем сделать её обратно человеком? Сульфидной руды для обработки осталось мало. Я не думаю, что мы исправим её. Мы сделаем это на время. Мы или он. Ибо смысл нам ждать, если он всё равно сделает то же самое. Это чё такое? Семён понял, что ему опять мерещатся знакомые голоса. Хотя, знаешь, ты прав. Но давай для начала ночь сотрём хотя бы. Ладно. Ты же помнишь, как он делал это? Да, я постараюсь. Я попробовал на нём. Голос на секунду прервался. И вчерашнее он вроде бы напрочь забыл. Точно не уверен, завтра посмотрим. Но она не человек, с ней сложнее будет. Понимаю. Ладно. Заряжай машину. Были слышны всякие звуки. По типу ударов металла. Стой! Ты проверил уровень заряда? Нет, чё. Да блин. Уже поздно. Пиздыкнуло. Твоё-то мать! Блядь! Сука! Ладно, спокойствие и только спокойствие. Аппарат починим, не беда. Да, вон только. Чё с ночью? Не уверен, но кажется... Чёрт, мы коряво стёрли ей память. Вероятно. Думаешь, она вспомнит что-то? Понятия не имею, честно. Но лично мне не хотелось бы считать этот эксперимент неудачным. А он таковым является? Судя по всему, является. Ладно, но снят слишком долго. Скоро, линейка, возвращаемся. Так. И чё это, блядь, такое? Ау! Семён больше ничего не слышал. Чё за ебанутые сна? И почему я всё осознаю? Он ощупнул себя. Да ладно, я не сплю. В смысле? Ну, у тебя же хвост. Чё происходит? И что? Это разве не странно? Почему я не контролирую своё тело? Кто это говорит? Со мной всё нормально. За собой бы лучше следил. Да? Я тут впервые, и мне сказали, что ещё семь дней впереди. А я натыкаюсь на такое. Естественно, я удивлюсь. Что значит на такое? Так, ну слушай. Давай не будем раздувать из мухи слона. Сзади! Чё? Хуй через плечо. Чё это, блядь, такое? Его ударили по затылку. Так. Будите меня нахуй! Чё за наркомания? Чёрт! Он не должен был увидеть тебя! Он открыл глаза. Фух, бля. Это просто сон. На тумбе около кровати лежала записка. Ушёл на линейку. На завтрак не опаздывай. Надо будет поговорить. Леонид. Ладно. Он встал. Это не ночь, а дурдом какой-то. Уже начиная жалеть, что согласился помочь ей. Он взял умывальные принадлежности. И умывшись, пошёл к столовой. Он пришёл чуть раньше нужного. Горда ещё не было. Ещё не было. К нему подошёл Вася. Дуру. Хай. Они пожали руки. Чё делал вчера ночью? Вася резко перестал улыбаться. Тоже, что и ты. М? Спал. А ты? А-а-а! Ну да, я тоже. Они не знали, о чём говорить. Оставшись наедине. А ты чё так рано? Горно же ещё не было. А ты? Вопрос на вопросом не честно. Да делать... Нечего было. А я просто, чтобы поесть быстрее. Ясненько. В шахматы играть любишь? Да. Сыграем партийку, может, как-нибудь? Сыграем. Как-нибудь. Ты чё-то какой-то нервный. Вася всегда спокойный. М? Вася камень. Ничто не может потревожить Васю. Он явно какой-то странный. Вася голоден. Ой, ребята! К ним подошли девочки. Доброе утро. А вы чего не на линейке были? А вы чего на линейке не были? Не хотел идти туда. Иногда ведь так не хочется никуда идти, да? Блядь. Я ведь и забыл, что так и не пошёл с ней трахаться вчера. Семён, ну что, погуляем сегодня? Да, погуляем. Он видел, как Виола ненавистно смотрела на него. Ребят, будьте так добры, идите внутрь. Мне нужно поговорить с Виолой. С Виолой? Да, просто дайте нам минуту. Хорошо. Пойдём, Вася. Ну? Прости, у меня случились непредвиденные обстоятельства. Никакие же. А вот что Семён расскажет Виоле, мы узнаем уже в следующий раз. Ну а сегодня на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!